Без сомнений, активный образ жизни способствует долголетию. Для подмосковных пенсионеров по поручению губернатора Андрея Воробьева ввели систему занятий «Активное долголетие в Подмосковье». Все активности бесплатны и записаться на них можно, не выходя из дома, с помощью специального приложения «Мобильный центр социальных услуг». Чем еще оно будет полезно серпуховским пенсионерам? Нашим сюжетом. Вот, ближайшие социальные центры. Вот нажимаешь сюда, и появляются вот они, точечки. Риму Шульгину язык не поворачивается назвать бабушкой. Девичья осанка, взгляд, лучающийся озорством юности, и собственный аккаунт в Инстаграм. Там фотографии из тренажерного зала с занятий зумбой, а с портретного фото на зрителя смотрит дива, который очень сложно дать 68 лет. С приложением «Мобильный центр социальных услуг» проблем у нее не возникло. Программа оказалась удобной в обращении, и женщина жалеет, что не узнала о ней раньше. «У меня была операция левой ноги, да, вот, там у меня фотография еще осталась, на левой ноге, на колени, и мне надо было помощь. Я без этого приложения ходила сама туда, «Меридиан», там брала всякие, ну, костыли и все прочее. Если бы я тогда знала, что есть такое приложение замечательное, да, я бы, конечно, это сразу скачала. Вот тут тоже, вот, я врубилась, думаю, нет, надо скачать это дело. Почему? Потому что там же все есть. И помощь, и сиделка, и такси, и, ну, в общем, все. Если тебе нужно, пожалуйста, обращайся». Приложение «Мобильный центр социальных услуг» можно легко скачать с App Store или Google Play, введя четыре буквы – МЦСУ. А выбрав свой населенный пункт, городской округ Серпухов, пользователь увидит привязку к Дому ветеранов и комплексному центру «Меридиан». «Там всего на данный момент четыре вида услуг. Это, получается, значит, у нас социальные такси, пункт проката, социальные сиделки и вот буквально новое предложение «Активное долголетие». У нас есть все, кроме сиделок». «Услуги сиделок Серпуховский городской Дом ветеранов предоставляет». Раздел «Активное долголетие» Министерство социального развития внесло в приложение совсем недавно. В нем можно найти направление и досуга, за которые жители региона проголосовали на портале «Добродел». И в нем же оставить заявку на их посещение. В мобильном приложении присутствует 10 топовых активностей. В них входят посещение бассейна, скандинавская ходьба, физическая культура, пение. Дальше вы можете присутствовать на занятиях творчества, компьютерной грамотности и танцах. То есть это все занятия, которые может предложить вам Серпуховский городской Дом ветеранов. Вкладка «Активное долголетие» содержит информацию о месте проведения, расписание и контактные данные преподавателя. На занятия необходимо будет взять паспорт, СНИЛС и пенсионное удостоверение. Занятия абсолютно здесь бесплатные. Они реализовываются будут с 1 июля уже точно по факту, потому что программа прошла тестирование. Удобство приложения неоспоримо. Человек старшего поколения в один клик может решить массу бытовых проблем. Например, осуществить по льготному тарифу поездку на социальном такси. У нас, например, в автопарке есть 4 машины. Две специализированные «Газели» с подъемником, есть просто «Газели» 12-местные и легковая машина. Социальное такси что-то разумеет? Это доставка людей, которые нуждаются в помощи социальной, до объектов медицинских, социальных, кому-то в аэропорт, кому-то к железнодорожному вокзалу, кому-то в больницу туда-сюда отвезти, кому-то берем «С», то есть не каждый из возможных. Кому-то именно с подъемником, потому что там есть коляска, человеку можно дать коляску на прокат, то есть он сел в эту колясочку, мы его погрузили и привезли куда надо. То есть вот такая услуга. Посредством приложения без труда можно воспользоваться техническими средствами реабилитации, такими как кресло-каталки, ходунки, трости, говорящие тонометры, взяв их в аренду. Это удобно, да, то есть не надо никуда выходить, никуда звонить. Зашел в телефон, набрал услугу, выбрал, что тебе надо, отправил заявку и жди, когда тебе специалист позвонит и спросит, что вам угодно, дорогой наш товарищ, да, все, и потом уже по факту приехать с документами и получить то, что вы хотели бы. Но все же современные технологии кажутся для людей старшего поколения очень сложными. Наверняка найдутся те, кто скажет, не все бабушки такие, как героиня сюжета. Римма Шульгина, спортивная современная женщина, 30 лет тому назад перенесла инсульт. Она заново училась ходить, говорить и полностью себя обслуживать. Ну, я так думаю, что вот эти вот приложения, то, что вот у нас есть, которые новые появляются, почему? Потому что в нашем возрасте это необходимо. В связи с тем, что нам всегда нужна помощь, мы любую помощь можем вызвать, любую. Это необходимо для нашего возраста. Бояться не нужно. Нужно делать все для себя. Любимых. Римма Шульгина доказала на собственном примере. Нет преграды сильному человеческому духу. Учиться жить и учиться чему-то новому никогда не поздно.